всем добрый день сегодня 16 мая хотел вам показать как чувствует себя малина на этом участке у меня посажено четыре сорта это моровила овация делнива и таруса тут одна рядочка шарлотта у меня для себя вкусно один из самых вкусных рем шарлотта только ягодка начинает завязываться на маленьких кустиках я цветоноса еще пока что удаляю оставляю только на больших в общем малина смотрите так пробежимся может кто-то еще пропустил видео что я покажу в общем это у нас осенняя посадка была вот первое треть участка это была осенняя посадка девятнадцатого года с открытой корневой системы в том году мы вырастили хорошие побеги вот такие которые зимой большая часть конечно вымерзла было у нас минус 23 ну или вот это не вымерзло ну в общем они будут плодоносить и оставил на метр где-то два-три побега прошлогодних чтобы с них получить раннюю ягоду вот видите это у нас будет ранняя ягода вот это все вот видите завязывается цветочки сейчас будут каждая почка нам выдаст латерал и латерал нам выдаст там ягод в общем в июне они у нас отплодоносят мы их срежем под самый корень и у нас пошла молодая молодая поросль ну тут ее очень много видите поросли я ее тут очень много выкопал крапивки то есть когда она была вот такая вот такая маленькая когда она вылазила я ее выкапывал сейчас покажу что я с ней делал и вот так вот ее под фоггер оставил вот она на сегодняшний день уже укоренилась кое-где даже уже корешки снизу имеет вот видите и буквально там две недели ее можно уже высаживать в принципе сейчас можно высаживать пускай пока еще постоит и готовая саженцы получается с закрытой корневой системой если допустим просто взять крапивку и посадить ее сразу на грядке то если дождик да она приживется все нормально будет там все неделю дождей вас но если вот такая засуха как сейчас суховей и жара под 40 то крапивка не конечно же вас не приживется она вся мяжет и скорее всего уже голову не поднимет она просто засохнет вот поэтому выращиваем в стаканчиках и стаканчики мы можем высадить в любое время года я сейчас чуть дальше пройдем я вам покажу я высаживал в июле самое пекло когда дождей вообще не было был только капельный полив и прижилась вот я там высадил она прижилась вся абсолютно вот такая крапивка если сейчас ее отсюда выкопать и поставить стаканчики под фоггеры то она конечно же из нее получится классные саженцы так значит по прореживанию ну вот в идеале конечно на метр той же муравьевы оставляет не более семи пяти семи побегов то есть считаем допустим метр и на метре там пять-семь побегов но тут как раз вот может пять-семь что-то отсюда вырежу потом если будет прям сильно густо я просто под корень ее чикну и вырежу это у нас овация вот как мы сажали помните в таких горшках лонг кейн или как-то называется вот так она и растет вот где был горшок посажен так она и растет ну тут сто процентов сейчас будем ее прореживать и будем оставлять ну вот тут где-то три побега я думаю то есть вот в каждом вот этом пучке будет три побега дальше значит это у нас овация в том году я ее также загустил ягода была у меня она не понравилась ягода такая какая-то была непонятна это делнива вот у меня рядок и вот она июльская посадка опять же моровила идет этот в июле мы сажали нарастила она с июля вот такой вот побеги то есть прошлогодние побеги сейчас от плодоносят и плюс будут плодоносить у нас с августа месяца там до самых морозов у нас будет плодоносить еще и молодые паганы которые дают дадут хороший полноценный уже урожай кстати если стаканчики вот сейчас посадить то концу лета вы уже на них получите ягода даже не к концу даже пораньше так значит дальше следующий сорт у нас а тут у нас нижегородские сорта пять сортов или четыре раз два три четыре сорта да я уже за них рассказывал там малиновая гряда карамелька самохвал по моему еще что-то я считаю что они для себя покушать пойдет для промышленного выращивания нет ягода темная ломкая двоится тут у меня кстати посажена еще знаете что я посадил сейчас вам скажу это жимолость жимолость у меня брел best это что у нас а вот аврора у меня есть елки-палки я хотел искала аврора вот у меня жимолость есть и там у мне еще третий сорт по моему бриззард ладно это я вам потом покажу она слабенькие были саженцы подсушенные я их высадил думал они вообще не выживут ну нет выжили еще и растут там где-то даже цвет цвет свела жимолость ягодки пока не вижу так ну а тут у нас малиновое дерево малиновое дерево точно как дерево видите прямой ствол и на нем будет пышная крона из латералов и ягод ну и плюс молодая поросль которая пошла тоже очень много выкопал его по стаканчикам очень много насадил и еще очень много можно копать гляньте крапивки вообще море что-то я надо наверно заняться выкопать крапивку и поставить его по стаканам ну а тут уже смотрите даже завязывается ягода то есть летний сорт понятно что он будет раннего плодоношения ранняя ягода у нас на рынке стоит в том году стоило 500 рублей за килограмм хорошая цена если продавать раннюю ягоду вот так вот мариновая одна из моих мариновых плантаций тут если помните я высаживал указку свою копанку вот можете посмотреть азия вся прижилась какие мощные кустики в нее уже будет выкидывать цвет будем убирать кстати кому нужна азия укска алба укска гляньте какая хорошая она уже заложила даже плодовые почки то есть тут по два по одному цветоносла той по 3 она заложила то есть сейчас ее воткнуть укс она у него холодильнике лежит вместе с фрига с импортной и свою то есть вот эту укс q и по 15 рублей там продаю поэтому кому надо можете взять посадить и будете в этом году же не возьмете ягоду попробуете так тут дальше сажали мы мурана итальянскую 7 мая вот уже тоже стартанула тоже уже начинает цветонос выкидывать надо сейчас будет обрывать весь не допускать ни в коем случае на таких маленьких кустиках на ремах не допускать цветения потому что цветонос очень хорошо тянут силу высасывают соки и куст если оставить на нем первые ягоды развиваться не будет если будет то будет плохо развиваться лучше нарастить вот как у меня на шарлотте хороший куст и на нем уже оставить там максимум цветоносов но на таких маленьких кустиках если только это ксд сорта вот как вот это копанка то на ней можно оставить и цветоносы получить я году и он будет нормально развиваться нормально давать усы здесь скорее всего мы уберем я году потому что это маточник и на земле я не очень люблю собирать ягоду для меня я году конечно лучше собирать когда она лежит красивенько на пленке сейчас вот покажу тут у меня брила и не сахарная кстати не сахарная кто розницу торгует сажайте у вас очередь за ней будет стоять так это брила вот не сахарная у нее такая знаете кругленькая ягодка но такая вот ягодка у него знаете на сенсационная на чем-то напоминает сладко от слова сахарная она поддерживает свое конечно название очень вкусно на розницу вот честно говорю очередь за ней стоит все хотят сахарная я когда продаю я как правило людям говорю что это какой сорт и те кто возвращается все просят мурана уже конец плодоношения но ягодка все равно лень какой довольно таки хорошенькая попадается в общем вот такой обзор такой обзор хотел ставить еще два купола блин посчитал металл знаете сколько металла вот чтобы добавить сюда еще один купол и там еще один купол 500000 только металл представьте вообще жесть конечно в том году мы в 200 укладывались в этом году 500 только металл плюс пленка 50000 по 50 ну по 40 тысяч точно она выйдет на тот она этот купол ну и по десятке еще бакаш надо зашить то есть 50000 100000 пленка 300000 работа вот этих двух тип лиц ну пока что я не готов к таким тратам это вот ежевика black magic freedom стартанули мощные зеленые конючие вверх конечно вымерз зимой видите надо его обрезать макушки сейчас на фридами прищипнем потом еще прищипнем поделим куст из одного как бы из одной макушке сделаем двадцать пять макушек будет у нас ягода и black magic а и free дома и карака блэк он там чуть дальше в общем шахиба тоже видите хорошо пошла в том году мы и посадили поздно вот она где-то тут даже на прошлогодних она уже цветет я видел но это новая поросла на которой мы уже будем а вот видите это вот прошлогодний побег вот он был до там 50 сантиметров на нем вот уже бутончики посмотрим ягодку и плюс каждый вот этот побег в следующем году вырастет там два метра может полтора может на метр семьдесят и мы на нем его оставим на плодоношение ну все всем спасибо за просмотр пошли мы сажать малина